Вопиющие истории из Новосибирска. Магазины, кафе, другие общественные места там оказываются закрыты для незрячих. Причина собаки-поводыри, которые вообще-то по закону имеют право сопровождать своих хозяев везде. А тех, кому закон не писан. Алиса Прошакова. Лево-лево-лево-лево-лево. Опять, говорит, меня тащат в этот магазин. Я не пойду, говорит. Этот супермаркет Татьяна со своей собакой-поводырем обходит стороной. Недавно их выгнали отсюда. Скандал попал на камеры видеонаблюдения. Когда девушка зашла купить молока, ее обступили сразу несколько продавцов с требованием оставить пса за дверью. То, что покупательница незрячая их мало волновала. Меня просто выставили оттуда. Что вот говорят? Что у них и хлеб там, что продукты лежат на прилавках. Нечего, да, вообще ходить по магазинам. То есть у вас же есть сопровождающие, вот пусть они его покупают. Согласно федеральному закону, собака-проводник это не просто домашний питомец, а средство реабилитации. Как, например, слуховой аппарат или инвалидная коляска. Поэтому и доступ к поводерей должен быть везде. Этот инцидент сотрудники магазина никак не комментируют. Продавцы раз за разом уходят за начальством. Но возвращаются ни с чем. Все всегда в отъезде. А может нам кто-то расскажет? Зрение Татьяна потеряла в 24 года от слоения сетчатки. Врачи так и не смогли понять причину. У девушки началась затяжная депрессия. Но все изменилось с появлением Дарго. Полностью и до неузнаваемости. То есть если до этого я не выходила из дома, то как бы с ним мы практически не заходим домой. Объездили весь Кавказ, поднимались на Эльбрус. И Татьяна, это и не первая подобная ситуация. Ее уже не пускали в торговый центр. Выпроваживали из магазина одежды. Отказывались везти в такси. Собаку-проводника легко узнать вот по такой вот специальной шлейке. На ней есть значок с соответствующей надписью. У каждого животного существует даже свой паспорт. Вот он, где указан закон, разрешающий доступ во все общественные места. Сегодня мы вместе с Дейзи и ее хозяйкой Надеждой проведем свой эксперимент. Узнаем, возникнут ли у нас сложности в центре Новосибирска. Мы пойдем в кафе, в котором я была. Здесь возникла такая сложность. Нас не хотели пускать. Кричали. В общем, у администратора была истерика. Сказали, вы знаете, вы заходите, вас никто обслуживать не будет. В холле нам пришлось задержаться. Там мы столкнулись с директором заведения. Возможно, поэтому нам не нагрубили. Тут детишки. Пойдемте выше. Она очень вполне адекватная и лояльная. И в кафе по соседству нам оказались не рады. После недолгого разговора, не найдя аргументов, официантка просто скрылась за барной стойкой. Собаку нельзя. Собаку нельзя. Собаку, это же не собак, а здесь продукция. Больше в этот день у нас проблем не возникало. Надежда спокойно прошлась по магазинам Новосибирска. А вот кадры из Самары. Там инвалида по зрению Ольгу с собакой поводырем не хотели пускать даже на порог аптеки. А как я к вам должна дойти, если я не зрячая? Ну, у нас не рекомендуют. У нас даже объявления все. Еще один инцидент. В прошлом месяце в Башкирии, в городе Шимба, из торгового центра выдворили слепую девушку с собакой. Прокуратура начала проверку. Бери руку. Уважаем меня. Бери руку. Камчатский край. В мае незрячего Юрия с собакой с кафе выгоняли практически кулаками. После скандала ресторан оштрафовали на 90 тысяч рублей. И обязали компенсировать мужчине моральный вред. Еще 50 тысяч. Юристы подчеркивают, это скорее единичные случаи. Обычно инвалиды не доходят до полиции. Татьяна тоже не стала писать заявление. Но прокуратура все равно начала проверку после сообщений в СМИ. В отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении. Ухлонение от исполнения требований доступности для инвалидов. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа. Прокуратуре сообщили, директор магазина пообещала устранить все недочеты. Уже в следующий раз встретить Татьяну с распростертыми объятиями. Вот только в этот супермаркет девушка больше не собирается. Они с Дарго уже нашли гастроном, где одинаково рады всем покупателям. Алиса Баршакова, Ольга Хитрина, Максим Путицев, Кацатин Анисимов. Первый канал Новосибирск.